Газета номер 4 за октябрь 2010 года. Малахо ПРО. Здоровье, счастье, жизнь. Значит, здесь у нас идет от издателя большая статья о псориазе. Рассказывается, какой псориаз бывает, чем его лечить. Местное лечение, общее лечение. С точки зрения научной медицины, с точки зрения народной медицины. Все это рассказывается. Какие продукты лучше всего есть для того, чтобы избавиться или укрепить организм, чтобы противостоять псориазу. Вот такая вот инфекция, которая внедрится в организм. Кстати, любая инфекция, она внедряется в организм, преодолевает его защитные силы и начинает в нем жить совместно. Она потихонечку, знаете, и ее все-таки организм сдерживает, но она потихонечку, потихонечку, как правило, прогрессирует. И все это делается не столько лекарствами, а больше образом жизни, питанием, движением, очистительными процедурами и, конечно же, мировоззрением. Потому что в зависимости от мировоззрения человек понимает, что у меня заболевание, надо что-то делать. Раз у меня заболевание, значит, это мое, а не чужое. Понимаете? Я должен что-то делать, а не надо мной должно что-то делать. Да, лечат это хорошо, но ты же должен сам что-то еще разобраться в себе. А почему именно у тебя это? Вот у других нет, а у тебя оно есть. Хотя ты рядом с ними вырос, живешь, и тем не менее. Вот когда человек начинает вот так вот действовать мысли, вот тогда наблюдаются положительные результаты. А если этого нету, то тут и толку никакого нету. Вроде бы полечили там какие-то, знаете, дали сильные лекарственные средства, которые подавили просто-напросто. Человек бросил их принимать, через некоторое время все вернулось опять. Плюс от этих лекарственных средств произошло ослабление организма, и теперь заболевание прогрессирует еще быстрее, нежели до этого лечения. Вот какие тут мази можно использовать. Солидол вот используется в одной из мази. Значит, проверенные рецепты, какие тут применяли. Ну, опять-таки, я хочу сказать, вот сбор даже для ванн, все это можно применять, но надо разобраться в самом себе. Иногда, знаете, как бывает, вот ты отбросишь какую-то часть своего негативного мышления, которое ты считал, вот оно, правильным, нужным, ты его просто-напросто отбросил. И за счет этого у тебя совсем по-другому начинается и внутренняя циркуляция энергетическая, у тебя начинается и наружное взаимодействие с окружающим пространством, совершенно другое. То есть ты не притягиваешь болезнь к себе, а наоборот ты притягиваешь здоровье, лишаешь болезни различных корней. И получается, что ты выздоравливаешь. А кто не поменял мировоззрение, какое бы лечение ни было, деньги заплатил, отдал, толку мало и пошел-пошел-пошел туда по нарастающей. Особенно это касается онкологии. Как только человек сам не думает, а доверяется врачам полностью, все, пошло-поехало. А здесь надо с врачом, а врач там свое применяет, а ты там на основании, посоветовавшись с врачом, применяешь свое. Вот все о псориазе. Огромная статья. Всем, кого интересует проблема псориаза, я отсылаю к этому номеру газеты. И про голодание здесь. Вот даже от лечения псориаза 35-летней давности. Как это произошло? Разъясняется, а почему он не подается? Что надо делать? И вот многие тут упывают на урину. Да, она там помогает, урина. Но это, знаете, очень слишком все просто. Вот услыхали, ага, преодолели свою там брызливость и будем, значит, пить урину. И она сделает за нас все. Нет, никто ничего за нас не будет делать. Заболевание дается как своего рода указание, что мы живем неправильно. Это, в первую очередь, мыслим неправильно. Вот, во вторую очередь, образ жизни у нас неправильный, воспорядок дня, питания и прочее, прочее. Вот откуда надо начинать. И можно даже не используя никакого лекарства, но разобравшись в своем образе жизни и изменив его, в первую очередь, мышление, избавиться от самых грозных заболеваний. Опыт избавления от наркотической зависимости. Как это происходит? Что люди предпринимают для того, чтобы избавиться? Пивные дрожжи. Благоприятное воздействие пивных дрожжей. Противопоказания, лечебное применение. Как их приготовить? Что, в конце концов, в них там есть такого полезного? От приготовления до живого напитка. Продукты на одну порцию. Вода 300 грамм, хлеб черный 15 грамм. Дрожжи пекарские присуленные, нетермофильные 50 грамм. Способ приготовления? Нарезать, подсушить. Вода и пошло, пошло, пошло. Переписка с читателем. Кстати, сейчас переписки с читателем особо меня и нет. Кое-какие письма, конечно, попадают. А хотелось бы иметь обратную связь. И не столько, чтобы человек рассказывал о своих болячках. В основном просят проконсультировать. Или еще там, в таком духе. А больше поделиться своим собственным опытом. Что помогло, что не помогло. И вопрос по делу. А не просто вот, вот, помогите. Вы единственный, кому я обращаюсь. Иначе погибаю. Переписка с читателем. Различные вопросы. Ваши рецепты. Например, простой способ избавиться от высокого давления. Очень много сейчас людей страдает повышенным кровяным давлением. И не понимая механизма, они сразу же пытаются принимать лекарства. Хотя все это можно решить, разобравшись в самом себе. А почему давление повышается? А какие механизмы лежат? В основном повышение артериального давления. Как правило, это возникает спазм. Спазм. Мышечный спазм. От какого-то эмоционального потрясения. От переживаний. Вообще, вы так привыкли реагировать. Что на это все. Раз. Напряжение. А раз напряжение у вас есть. Скелетные мышцы сжались. Сжались. И мышцы, которые находятся внутри кровеносных сосудов. И кровь выдавилась из рук, из ног в центр нашего тела. И теперь здесь вместо положенных, допустим, двух литров, четыре литра. Она стучит. Голова вот такая. Вы не знаете, что делать. Один из простых способов, это хотя бы руки, ноги, окрут в теплую воду, чтобы капилляры расширились. И давление выровнялось. Кровь из центра оттекла на периферию. В итоге уже не четыре литра у вас там бьет посередине. А опять где-то там два литра, два с половиной. Советует специалист. Что он тут советует? Лечение различных болезней. Вот. Опыт, опыт, опыт. Иногда вы знаете, почему я привожу вот этот вот опыт. Да потому что он, чужой опыт, помогает осознать, как идет процесс и заболеваний, и излечения. И, в частности, применение тех или иных средств. И вы, применяя к себе, ага, вот у этого было примерно так, там, или обострение, или еще, но потом все это закончилось благоприятно. То есть вы уже, как бы, имеете информацию и не пугаетесь, проводя те или иные там оздоровительные процедуры. То есть вы подготовлены. Ну и, как всегда, наша реклама.